Если в истории должно появиться имя, которое будет вписано в свидетельство о смерти Российской империи, то это будет не имя Михаила Горбачева, это будет имя Владимира Путина. Все больше и больше стран, к сожалению, копируют Путина и тоже перебрасывают бюджетные деньги из здравоохранения, образования, социального обеспечения в оборону, потому что у них нет выбора. Я лично прихожу в ужас, когда слышу все эти призывы перестать читать русскую литературу или что-то в этом роде. Я сейчас как раз читаю русские произведения, я читаю колымские рассказы Шаламова. Может быть, никого из нас сегодня не было бы в живых на планете, если бы в 80-е годы у власти в Союзе был бы кто-то вроде Путина. Привет, меня зовут Михаил Зыгарь. Обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что здесь каждую неделю я разговариваю с уникальными гостями. И сегодня я собираюсь поговорить с Ювалем Харари, один из самых известных в мире историков и писателей. Спасибо, господин Харари, за ваше время. Спасибо, что пригласили. Давайте начнем с вопросов не о политике, а скорее с философии. Еще недавно мы были абсолютно уверены в том, что будущее, которое нас ожидает впереди, очень сильно отличается от нашего прошлого. И что мы столкнемся совсем другими проблемами по сравнению с тем, что было в прошлом. Вот ровно так, как вы описали это в своей книге «Хомодеус». Какие будут проблемы в книге «Алгоритмы», «Искусственный интеллект», какие-то новые технологии и те новые проблемы, которые каким-то образом будут связаны с проявляющимися технологиями, и как будут меняться наши ценности. Вот именно все это может стать основными угрозами в будущем. А сейчас получается, что наше будущее закончилось. Вот то будущее, которое мы с вами готовили, уже недостижимо. И мы возвращаемся обратно в средние века. У нас перед нами война. И все те самые старые проблемы. Старое будущее, а не новое. Я думаю, что на самом деле дело обстоит еще хуже. У нас действительно уже появились новые проблемы. Будь то искусственный интеллект, будь то изменение климата. Нам по-прежнему необходимо думать о них. И в то же время к нам возвращаются старые проблемы. И это нечто ужасное. Но выбора у нас нет, мы должны справляться с этим. Знаете, если оглянуться, ну, не знаю, на 5-10 лет назад, человечество жило в самую мирную и благополучную эпоху в истории не потому, что законы природы изменились, и войны стали невозможны. И не потому, что у нас есть Бог. Это все мифы. Нет, это было потому, что люди усердно работали над созданием институтов. Над созданием нового типа мирового порядка, который не был идеальным. Но он был лучше всего того, что было у нас прежде. А потом, к сожалению, мы стали пренебрегать этим старым, что мы построили. Стали пренебрегать этими институтами. Это вроде того, чтобы построить плотину на реке и обрести контроль над ней. Потопов больше нет. А потом начать относиться к плотине спустя рукава. Появляются трещины, из нее сыплются куски, а ты по-прежнему ничего не делаешь. И в конце концов плотину прорывает, начинается ужасное наводнение. Это ровно то, что происходит последние несколько лет. Страны по всему миру, в том числе страны, которые выстроили международный порядок, такие как Великобритания, как США, пренебрегли тем самым порядком, который они же и выстроили. И теперь он разваливается. И к нам снова возвращаются старые проблемы. У нас снова пандемия, у нас сейчас идет война. Голод возвращается. И это рукотворный голод. Это не природная катастрофа. Она была создана людьми. Это политически созданный голод. И он возвращается к нам. И нам вообще-то по-прежнему нужно что-то делать с изменением климата. И думать о том, как справляться с искусственным интеллектом. Новые проблемы все еще подстерегают нас. Да, в самом начале войны вы говорили, что военные бюджеты, оборонные бюджеты увеличиваются во всех странах мира. И все государства готовы их увеличивать. Сейчас мы видим, что через 4 месяца после начала войны, действительно, военные бюджеты стран, вероятно, выросли. Теперь все сосредоточены не на новых технологиях, не на зеленой экономике, а на своих оборонных бюджетах. Давайте подумаем, каким может быть вот это наше новое будущее с бюджетами на оружие и армию. Ведь если правительство так много тратит на армию и оружие, значит, в какой-то момент они должны будут все это использовать. Но они не обязаны его использовать, но это более вероятно. Но это подразумевается. Опять же, оглядываясь на 10, на 20 лет назад, многие достижения человечества в таких областях, как здравоохранение, как передовые технологии, оказались возможными именно благодаря тому, что военные и оборонные бюджеты были очень и очень невелики по историческим меркам. Ведь на протяжении большей части истории, самой большой статьей бюджета, каждого короля, каждого царя, каждого хана, самой большой статьей бюджета была военная часть. Армии, флоты, крепости. Большая часть денег шла туда. Люди почти ничего не тратили на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. А в начале 21 века было удивительно видеть, что средний оборонный бюджет всех стран мира составлял что-то вроде 6-7%, что является историческим минимумом. И это высвободило много средств, много денег, которые можно было вкладывать в школы, больницы, в учителей, в медсестер. А теперь все возвращается. Бюджеты на оборону стремительно растут, а деньги, которые должны идти учителям, медсестрам и врачам, вместо этого идут на танки. И если на то пошло, Россия лидирует в этом. То, как Путин выстроил свою военную машину, как раз и стало возможным благодаря тому, что в течение многих лет он пренебрегал здравоохранением, образованием, благополучием российского народа, и тратил деньги частично на строительство своих дворцов и яхт, а частично на создание танков и ракет. Именно поэтому такая богатая ресурсами страна, как Россия, оказывала такие плохие услуги своим гражданам, потому что деньги шли на армию. И сейчас на фоне этой войны мы видим, что все больше и больше стран, к сожалению, копируют Путина и тоже перебрасывают бюджетные деньги из здравоохранения, образования, социального обеспечения в оборону, потому что у них нет выбора. Вы должны защищать себя. И это гонка на выживание. Если одна страна увеличивает свои оборонные бюджеты, тут же ее соседи начинают волноваться и тоже поднимают свои оборонные бюджеты. И тогда первая страна говорит, «Слушайте, они удвоили свой оборонный бюджет. Значит, свой мы должны утроить». И по всему миру вы видите этот эффект снежного кома. Я надеюсь, что мы сможем его остановить. Знаете, если Путину не дадут победить, если Путин проиграет войну в Украине и мир увидит, что Путин проигрывает, я думаю, у нас еще есть надежда предотвратить этот эффект снежного кома. Потому что если он проиграет, это как нарушенная социальная норма, как если бы к вам вломился хулиган и нарушил некое общественное табу. И теперь все смотрят, что будет дальше. Если хулигану это сойдет с рук, то люди просто увидят, что все, социальная норма нарушена, порядок рухнул. И все больше и больше хулиганов начнут копировать такое поведение. И вы увидите все больше и больше Путинах по всему миру. Но если он проиграет, а всем ясно, что он проиграл, то существующая норма имеет даже шанс укрепиться. Тогда диктаторы по всему миру, смотрящие на то, что произошло с Путиным, будут понимать, «Нет, мы не можем себе позволить этого, потому что это дорого нам обойдется. Нам самим будет больно». Так что у нас еще есть шанс сохранить старый порядок и даже укрепить его и выстроить еще лучше. Но это зависит от решений, которые принимают люди. Я как историк постоянно говорю людям, что вы не можете предсказать будущее, потому что будущее не определяется какими-то законами истории. Будущее определяется решениями, которые принимают люди. Если сейчас, в ближайшие недели и месяцы, люди примут одни решения, будет одно будущее. Если они примут другие решения, у нас будет другое будущее. В самом начале войны вы говорили, что Путин уже проиграл. Неважно, какой успешной не была бы его военная операция. Вы все еще считаете, что исход войны для Путина предрешен? Я сказал это в контексте того, как я понял военные цели Путина. Из имеющихся свидетельств, из того, что он сам произносил, в том числе, когда объявлял войну, казалось совершенно ясным, что целью войны было уничтожение украинского народа. Путин вбил себе эту фантазию в голову, что украинской нации на самом деле не существует. Он построил эту фантазию о том, что украинцы, которые на самом деле русские, хотят быть частью России, и что есть только эта маленькая банда нацистов во главе с евреем, которая препятствует этому. И из этой фантазии следует, что ему просто необходимо вторгнуться в Украину. И что в течение 24 часов Зеленский сбежит из страны. Украинская армия сдастся, а украинский народ, который на самом деле является русским, будет с цветами встречать русские танки. И он восстановит Российскую империю Сталина, Екатерины Великой и Петра Великого. И в этом он полностью потерпел неудачу. Это не вышло. И даже если он продолжит выигрывать какие-то сражения и завоюет тот или иной город или какую-то область, сама заявленная военная цель недостижима, потому что она основана на фантазии. Что сейчас все знают в мире? Когда началась война, многие люди даже не знали, где находится Украина. Они не были уверены в том, есть ли в действительности такая нация, нет ли такой нации. Сейчас ни у кого нет сомнений. Всем стало понятно, что Украина вполне существующая и смелая нация, которая борется за свою жизнь. Когда пришли русские, Зеленский не бежал. Украинская армия сражается как львы. Лучше, чем кто-либо мог ожидать. А мирные жители встречают российские танки не цветами, а коктейлями молотова. И, конечно, можно еще завоевать какое-то количество городов или даже областей, но вы никогда не сможете поглотить их и воссоздать Российскую империю в Киеве, во Львове или в Одессе, потому что этого просто не хочет украинский народ. И это было то, что не совсем... Это был самый большой вопрос, когда началась война. Как в таком случае отреагирует украинский народ? И некоторые люди, не только Путин, некоторые люди думали, что украинцы просто ничего не будут делать, что они просто примут это, как было в 2014 году в Крыму и в некоторых частях Донбасса. Это был такой главный знак вопроса. Будет ли это так? А теперь этот знак вопроса исчез. Теперь есть восклицательный знак. Совершенно очевидно, что украинцы не хотят быть частью России. И это то, что Путин не может изменить. Так что мечту воссоздать Российскую империю в прежних границах ему просто не суждено осуществить. И если в истории должно появиться имя, которое будет вписано в свидетельство о смерти Российской империи, то это будет не имя Михаила Горбачева. Это будет имя Владимира Путина. Именно он уничтожил все шансы на воссоздание той Российской империи. Потому что когда Горбачев покидал свой пост, украинцы и русские не были врагами. Они разошлись по-дружески и по-семейному, когда СССР развалился. И у них после этого все еще оставались очень хорошие связи. Но теперь Путин собственными руками делает украинцев и русских врагами на последующие поколения. И добивается того, чтобы тем соглашением или этим соглашением Украина не смогла бы снова стать частью России. И в этом смысле он уже проиграл войну. Даже если у него все еще есть военная мощь, чтобы завоевать часть украинской территории. Смотрите, тут есть какой-то парадокс. С одной стороны, исходя из того, что вы написали в своих книгах, исходя из всех ценностей современного мира, нации сегодня это такой вымышленный конструкт. Это все фикция. И в сегодняшнем мире ценность человеческой жизни намного выше. Она намного важнее. Это что-то куда более священное, чем интересы государств. Но то, что мы видим в реальности во время этой войны, это то, что украинцы жертвуют своими жизнями ради своего народа, ради своего государства. То есть, можно сказать, что для них государственный интерес и интересы своего народа намного важнее, чем их собственные жизни. и при этом весь мир, весь либеральный мир аплодирует им за такую их твердую позицию. Есть ли в этом какой-то внутренний конфликт между нашими прежними ценностями и нашим пониманием нынешней ситуации? Нет, я думаю, что тут важно понимать, когда мы говорим о том, что... или когда я говорю о том, что нация — это вымысел, это не значит, что... это не значит, что ее на самом деле не существует. Это не значит, что нация не имеет значения. Самые важные вещи на свете... Ну и, кстати, деньги — это ведь тоже вымысел. Деньги, вы же не можете съесть их, вы их не можете выпить. Но поскольку все верят в этот вымысел, в историю вокруг денег, они годятся, чтобы использовать их для создания целых торговых сетей. И ровно так же нация — это нереальная объективная сущность, такая как человек, как слон или как тигр. Нация ничего не чувствует, ей не может быть грустно, она не чувствует себя счастливой, потому что это не животное, наделенное разумом, эмоциями и чувствами. Это некая вымышленная история, в которую верят миллионы людей. И это неплохо. Я приведу еще один пример — футбол. Это тоже вымышленная история. Вы не можете играть в футбол, если вы все не согласны с одними и теми же правилами. Откуда берутся эти правила? Мы же их и изобрели. Это история, которую мы сами создали. А теперь вопрос, который нужно задавать себе про все эти истории, которые мы придумали. А они приносят миру пользу? Они помогают людям? Или они вредят людям? Нация — это одна из лучших историй, когда-либо созданных людьми, если мы правильно ее воспринимаем. Правильное понимание того, что есть нация и что такое национализм. Нация — это любовь к окружающим вас людям, вашим соотечественникам, даже незнакомым вам людям, которые живут на другом конце страны, потому что вы о них заботитесь. Например, вы готовы платить налоги, чтобы ваши соотечественники могли получать необходимое образование и медицину. Хороший национализм в том, чтобы платить налоги. А если появляется враг, который хочет вас убить или проработить, тогда вы готовы рисковать своей жизнью, чтобы защитить их. И это истинное понимание национализма и патриотизма как любви к своим соотечественникам. Сейчас существует неправильное понимание национализма как ненависти. Что главное в национализме? Это ненависть к иностранцам и ненависть к меньшинствам. Почему я такой большой патриот? Потому что я ненавижу иностранцев. Нет, это не так. Это значит, что вы должны платить налоги. Это гораздо лучшее доказательство того, что вы заботитесь об интересах нации, чем если бы вы сказали, что ненавидите иностранцев. И точно так же другое неправильное понимание состоит в том, чтобы представлять нацию как какой-то особый дух, как некую большую честь. И если кто-нибудь оскорбит мой народ, то я пойду на войну и убью его за честь моего народа. А нация, опять же, не имеет ума. Она ничего не чувствует. Если вы говорите что-то гадкое о каком-то народе, он не оскорбляется. Это просто невозможно. Нация не человек, чтобы оскорбиться. Так что начинать войну и убивать людей за честь нации — это большое непонимание. И то, что мы сейчас видим в войне в Украине, это именно столкновение двух очень разных представлений о том, что есть нация. Я считаю, что если бы Путин был настоящим русским патриотом, он бы взял все деньги, которые он вложил в танки, ракеты и прочее, и использовал бы их, чтобы можно было бы оказывать качественные медицинские услуги бедным россиянам. Вот сколько месяцев приходится ждать обычному россиянину, чтобы сделать МРТ? Если у вас вдруг возникло что-то, я не знаю, какая-то болезнь или еще что-то. В общем, прямо сейчас патриотизм в России — это построить танк и пойти бомбить города соседней страны, потому что вам кажется, что вас это оскорбило или что-то там еще. Это неподлинный национализм. Я думаю, что люди во всем мире, когда видят кадры из Украины, они им симпатизируют. Украинцами восхищаются, потому что они показывают хорошее, положительное лицо национализма. Людей, сражающихся и жертвующих своими жизнями, чтобы защитить своих соотечественников от убийства или порабощения иностранным тиранам. В то же время, я думаю, что есть еще одно довольно важное идеологическое, культурное противоречие или недопонимание. Вот, например, в тот момент, когда Джо Байден позвонил президенту Зеленскому в первый день войны и предложил ему эвакуироваться из Киева. Он же точно ожидал, что Зеленский согласится, потому что в мировоззрении Байдена, наверное, человеческая жизнь имеет куда больший вес, чем интересы государству. Может быть, он подумал, что Зеленский не будет жертвовать таким большим количеством людей ради сохранения государства. Ну, или вот Генри Киссинджер, когда он говорит в Давосе, что Украина должна прекратить войну и пожертвовать всеми территориями, которые уже оккупированы русскими, ради достижения мира. Ну, то есть Украина должна обменять землю на мир. Такая старая формула. Но украинское общество, или, по крайней мере, большая часть украинского общества точно с этим не согласна. Потому что, по их мнению, они не имеют права допустить того, чтобы их территории были оккупированы. Что касается предложения Зеленскому в первый день войны, я думаю, США действительно не верили, что у украинцев есть хоть какие-то шансы. Они думали, что русские просто возьмут Киев через сутки или двое, и поэтому их логика была такая, давайте просто вытащим Зеленского, чтобы он мог сформировать правительство в изгнании и продолжить сопротивляться извне. И он был очень удивлен этим. Их просто поразило то, насколько хорошо украинцы обороняются. И пришло осознание того, что на самом деле Украина может выиграть войну и на поле боя. Просто нужно помочь обеспечить их оружием, боеприпасами и денежными средствами. А так украинцы действительно могут выиграть войну. Это было удивительным открытием для американцев и для НАТО. Они ожидали, что русские легко захватят власть в течение нескольких часов или нескольких дней. И это предложение обменять землю на мир и так далее. Я думаю, вы знаете, отчасти это связано с тем, что украинцы очень хорошо понимают, что они не могут доверять. Если они будут вести переговоры с позицией слабых, то они просто будут все больше отрывать от собственного тела и скармливать этому голодному медведю. А русские не остановятся на достигнутом. И всегда будет другой предлог, чтобы захватить еще больше земли через два года, через четыре года, через шесть лет. Но отдадите вы десять-двадцать процентов своей территории. Добьетесь прекращения огня. Будет соглашение о мире. Но на сколько этого хватит? Два года, пять лет. А потом, когда Запад отвлечется на какую-то внутреннюю борьбу или появится какая-то другая возможность, тогда русские снова скажут, отчасти мирового соглашения было то, что украинцы уважают права русскоязычного народа в Украине, а сейчас они хотят закрыть вот эту газету, или они сделали вот это, или вот то. И это нарушение мирового соглашения, так что мы снова вторгаемся. Нужно достичь такого момента, когда они действительно смогли бы доверять мирному соглашению. И дело не только в территории. Я думаю, что это прежде всего вопрос доверия. И как историк, это один из уроков, которые я извлек из многих подобных событий в прошлом. Очень трудно читать мысли лидера чужого правительства. Чего они хотят? Первый принцип — слушайте, что они на самом деле говорят. Не пытайтесь угадать их скрытое намерение. Если они говорят, что хотят чего-то, то первый шаг — прислушаться к этому. Может быть, позже вы найдете новые доказательства, которые говорят о том, что нет, на самом деле они хотят чего-то другого. Но ваш первый шаг — внимательно их слушать. если следовать этому принципу и прислушаться к тому, что говорит сам Путин в своем объявлении войны 24 февраля, а затем снова и снова во многих других выступлениях на российском телевидении, он говорит, что цель — демилитаризация и деноцификация Украины. Деноцификация. Что это значит? Он не сказал, я начинаю эту войну, чтобы обеспечить контроль России над Крымом и Донбассом. Нет, цель войны — деноцификация Украины. Сейчас на Западе люди от этого просто отмахиваются, как от пропаганды. Нет, не может быть, чтобы он действительно верил, что нацисты контролируют Украину. А почему нет? Если он лично произносит это, верьте ему, если только у вас нет веских доказательств того, что на самом деле он лжет. Цель войны для него — деноцифицировать Украину. Так что сдача части территории и каких-то областей не удовлетворит его. И опять же, тут все упирается в историю. На протяжении десятилетий, даже в советское время, в России существовал этот нарратив, что величайшим достижением страны была борьба и победа над нацистами. только в 30-е, точнее даже в 50-е у советской власти возникло ощущение, что будущее за социализмом. Так много было пропаганда о будущем. Будущее за нами. Потом в 60-х, 70-х оказалось, что будущее, что они упустили будущее. Что социалистические страны проседают, Советский Союз остается позади Запада. И тогда они начали ориентироваться не на будущее, а на прошлое. Снова и снова, вместо того, чтобы говорить о славном будущем, они рассуждали о славном прошлом, о славной Великой Отечественной войне, когда мы победили фашистов, снова и снова о том, как мы победили нацистов. И создавалось впечатление, что лучшее время было, когда мы сражались с нацистами. Что это и был лучший момент в нашей истории. И это продолжалось десятилетиями. Вы внушаете людям мысль, что лучшее время — это когда мы победили нацистов. И какой следует вывод? Давайте вернем это время. Давайте снова воссоздадим Вторую мировую войну. Давайте воссоздадим войну против нацистов. И это то, что происходит прямо сейчас. Так что я думаю, что это была ошибка, пробовать объяснить все происходящее с якобы рациональной точки зрения. Что это просто война за контроль над Донбассом, и что если Украина отдаст русским Донбасс, у них будет мир. Нет, это война с фантазиями в головах людей. Война с фантазиями о том, что украинской нации не существует. И война с фантазиями о том, что в Украине все еще есть нацисты, и России нужно ее денацифицировать. Знаете, я родом с Ближнего Востока. Я прекрасно знаю, как люди способны драться из-за фантазий. Они сражаются не за какие-то рациональные цели, чтобы обеспечить себя нефтью или чем-то еще. Нет, люди очень часто дерутся насмерть из-за чего-то вымышленного. И в таких ситуациях очень трудно достичь мира такими рациональными средствами, вроде «давайте просто уступим им часть территории». Знаете, в этом есть какая-то ирония, на самом деле. Потому что мы, как два историка, очень обеспокоены всеобщей одержимостью истории, потому что эта одержимость истории может быть очень опасной. Ну и, как минимум, история Ближнего Востока точно доказывает, что повторяющиеся исторические травмы могут привести к очень кровавым последствиям. Ну и то же самое сейчас как раз происходит с Россией. Так, вы думаете, какой может быть из всего этого выход, если мы попытаемся проанализировать весь этот исторический опыт и убедимся, что одержимость истории так опасна, во что это может трансформироваться? Можно ли попытаться представить себе, как прекратить эту одержимость в прошлом и заставить людей думать о будущем, понимая, что фокус на прошлом всегда лишает людей будущего? Понимаете, прошлое важно. Я историк, и я не за то, чтобы люди просто полностью отказались от своей истории. Но главная проблема в том, что мы должны честно говорить о своей истории, а это чрезвычайно сложно для каждого народа в мире. Почти каждый народ склонен создавать очень искаженный образ своего прошлого. Это очень избирательная память. Остаются либо моменты славы, либо моменты, когда мы были жертвами. И забываются моменты, когда мы были жестокими, когда мы ошибались, когда мы были агрессорами. И это очень однобокий взгляд на историю. И это что-то вроде маниакально-депрессивного расстройства, когда либо мы, эти бедные жертвы, на которых все нападают и наступают, а затем унижают, либо мы величайшие герои. Да, и то же самое происходит с людьми. Это же не только про народы, но и про человеческую память. Конечно. Но представьте, что вы одинокий человек и отправились к психотерапевту. И он вам говорит, слушайте, то, что вы рассказываете о своей личной жизни, это не совсем правда. Все гораздо сложнее. В каком-то смысле нации тоже нуждаются в помощи психотерапевта. Но вот только на уровне нации проводить терапию очень трудно. Возьмем, к примеру, политиков в демократической стране. Этот политик будет говорить людям всю правду об истории собственной страны. Что получится? Он неминуемо, с гарантией 100% проиграет выборы. Люди не хотят слышать всю правду. Это слишком болезненно. Это слишком тяжело. Да, безусловно, вы можете привести пример Германии после Второй мировой войны, которая была вынуждена пойти на соглашение и признать свои преступления под давлением стран-победителей. Но такое случается очень и очень редко. Большинство наций не желают честно и непредвзято взглянуть на самих себя и на собственное прошлое. Более того, ведя бесконечные дискуссии о нацизме и фашизме, на самом деле люди даже не до конца понимают истинное значение этих слов. Есть один способ понять, что такое нацизм и что такое фашизм. Представьте человека, который смотрит в зеркало и видит там идеального себя. Вот он признак опасности. Вот она, часть идеологии фашизма, которая заключается в том, что существует нация, которая превыше всех остальных. И эта нация идеальна. Эта нация никогда не ошибается. Она как бы стоит над истиной. Она стоит над всеми и над всем. И если для оправдания величия нации нужно исказить ее историю, это с успехом делается. Многие люди думают, что фашизм был ужасен, значит и те, кто его исповедовал, были чудовищами. Но когда я смотрю на себя в зеркало, я не вижу там никакого чудовища. Напротив, я вижу нечто прекрасное. Значит, я-то всякий не фашист. А все как раз обстоит наоборот. Вы смотрите в зеркало и думаете, что ваша нация прекрасна, лучше, чем все остальные. Она никогда не делает чего-то неправильного. Она всегда и герой, и жертва. Именно в тот момент, когда вы начинаете так думать, вы больше всего рискуете угодить в ловушку фашизма. То, что вы описываете, действительно вызывает большую тревогу, потому что мы все наблюдаем, как это происходит. Давайте не будем называть это фашизмом, но, по крайней мере, назовем это популизмом. Националистическим популизмом. Ну, или таким путинским популизмом. Или популизм в стиле Трампа. Они обретают все большую популярность во всем мире. Мы видим, ну, с одной стороны, мы говорим, что весь мир пытается изолировать Россию, это правда. Но на практике, с точки зрения идеи, это не совсем так. Лидеры очень многих стран, которые, конечно же, осуждают войну в Украине, но при этом мы чувствуем, что они хотят вести себя, как Путин. Им очень нравится такой образ мысли. Президент Бразилии, премьер-министр Индии, мы можем называть все эти страны, это очень большие нации, где популизм укореняется в политике, и все больше нравится населению. Люди голосуют за все это. Ну, может быть, это пока еще не фашизм, но это везде очень опасная идеология. Ну, и даже консерватизм в Америке, вот после недавней истории с голосованием в Верховном суде, он же тоже показывает, что что-то происходит с нашими ценностями, это какие-то неожиданные перемены. Что мы можем сделать с этим, и как можно на это реагировать? Да и вообще, как можно описать этот глобальный процесс? Ну, во-первых, да, Россия точно не изолирована. У нее много друзей в мире. Пусть не в Европе, не в Финляндии, не в Польше, но у нее есть Китай, есть Индия, есть Бразилия. У нее много друзей. И это волна популизма. Я думаю, что очень важно не попасть в ловушку, рассуждая об этом в бинарных терминах, как о выборе или-или. Потому что в этом и заключается популистский образ мысли. У меня очень много друзей либеральных взглядов, которые, например, очень негативно относятся к национализму и патриотизму. Но это ошибка. Это попадание в ловушку популизма. Потому что популисты говорят нам, что часть их ореола привлекательности состоит в том, что они создают такую ситуацию двойного выбора, когда у вас есть национализм и есть либерализм. И это две противоположности. Они враждуют друг с другом, и вам приходится выбирать. И очень многие, когда делают для себя этот выбор, говорят, я патриот. И если быть патриотом означает, что я против либерализма, то значит, я против либерализма. А это большая ошибка. Мы не должны поддаваться этому. Как я уже объяснял ранее, между национализмом и либерализмом нет противоречия. Они часто очень неплохо сочетаются. И то и другое про идею свободы, свободы выбора, про людей. И вы видите это в Украине. Именно за это борются украинцы, за свободную нацию. Они хотят быть независимыми от России. И они также хотят быть демократией, с правами человека, с гражданскими правами. Тут нет противоречия, и вам не нужно выбирать между ними. Вам придется выбирать между ними, если вы думаете, что национализм — это ненависть по отношению к меньшинствам и иностранцам, что вообще-то противоречит либерализму. Ну, в таком случае, да, вам придется выбирать. Но если вы понимаете, нет, национализм — это не про ненависть кому-то, а про любовь к своим соотечественникам, тогда вы видите, что это очень хорошо сочетается. Как раз популисты пытаются убедить нас в том, что нужно выбирать между национализмом и глобализмом, между патриотизмом и взаимодействием с другими людьми, с другими странами. И опять же, люди всегда говорят, ну, если передо мной стоит такой выбор, то я против всех этих глобальных корпораций, и я за патриотизм. И снова неверно. И мы видим это на примере Украины. Украинцы борются частично за вступление в Евросоюз, за сотрудничество с иностранцами. Они не думают, что если ты хороший украинский патриот, то ты должен выступать против Евросоюза. Если национализм заключается в любви к своим соотечественникам, то нет ничего плохого в сотрудничестве с иностранцами, потому что очень часто это лучший способ позаботиться о своем народе. Как это было во время пандемии. Я знаю, что какие-то немцы изобрели вакцину. Но вы же бы не сказали, нет, это немецкая вакцина, она иностранная, ее я не хочу, а я лучше подожду, когда у нас появится наша патриотичная израильская вакцина или патриотичная украинская вакцина. Ну нет, ведь это смешно. Как нормальный патриот, я хочу, чтобы эта немецкая вакцина помогла моим соотечественникам. И также во многих других случаях. Думать об интересах нации означает сотрудничать с другими странами в общих целях. И я думаю, что расширить такую категорию мышления очень важный шаг для того, чтобы остановить эту волну популизма. Что вы думаете о реакции мирового сообщества, Евросоюза, Запада на эту войну? Потому что, если я не ошибаюсь, в момент начала войны вы были довольно оптимистичны. Вы говорили, что ожидаете окончания всех культурных войн и объединения Запада против такого зла, как вот эта война. Еще вы ожидали, что Германия станет новым лидером, покажет новый тип лидерства. Считаете ли вы, что с Германией в этом смысле все в порядке? И как вы сказали, что действительно на Западе уже прекратились культурные войны, удалось ли людям прийти к единению? Нет, я не говорил, что ожидал этого. Я сказал, что это была моя рекомендация. Но, да, если западные страны спросят меня, что должно быть первым пунктом в наших действиях, кроме немедленной отправки помощи Украине, то первым пунктом будет прекращение культурной войны на Западе между консерваторами и либералами. К сожалению, этого не происходит. Мы наблюдаем культурную войну в США, например, историю с Верховным судом, и сейчас эти дебаты об абортах только усиливаются. Это ужасная вещь, потому что, если Запад будет един, ему нечего бояться. Ни России, ни Китая, ни кого-либо еще. Но если Запад начнет воевать между собой, то он выведет из равновесия и разрушит порядок во всем мире. Этого, к счастью, не происходит. Тем не менее, я думаю, по крайней мере, что касается войны, Запад был более сплоченным и более активным, чем кто-либо мог себе представить до начала войны. Я надеюсь, что это будет продолжаться, потому что война, кажется, будет долгой. Я думаю, что Запад должен взять на себя очень твердое обязательство не только выиграть войну, но и выиграть мир, что означает не только помочь Украине защитить себя, но и восстановить себя после войны. И Запад должен взять на себя это обязательство сейчас, чтобы украинцы знали, что их ждет хорошее будущее, что за это стоит бороться. А еще я думаю, что Запад должен взять на себя обязательство и перед русским народом, что это не война против русского народа, это не война против русской культуры, Это война против путинского режима. Цель не в том, чтобы идти на Москву. Цель не в том, чтобы отрезать Россию от Запада. Россия — часть Запада, она — часть Европы. Я лично прихожу в ужас, когда слышу все эти призывы перестать читать русскую литературу или что-то в этом роде. Я сейчас как раз читаю русские произведения. Я читаю колымские рассказы Шаламова, кажется, так его зовут. Очень сильные и очень актуальные вещи о том, до чего могут доходить тоталитарные режимы. И да, прямо сейчас Запад должен объединиться, чтобы остановить режим Путина и его военную машину. Но должен быть и четкий сигнал, что в будущем, если россияне сделают другой выбор, они, конечно, по-прежнему будут частью мирового сообщества, но также и частью европейского сообщества. Я понимаю, сейчас вот еще один вопрос, который скорее вы должны задать мне, а не я должен задать вам, тем не менее задам его. Что вы думаете про реакцию российского народа? Россиян, которые не протестуют, которые не пытаются остановить войну, мы ничего не видим. Вообще, если вы спросите меня, то я, конечно, глубоко потрясен тем, что мы не видим никаких явных признаков того, что подавляющее большинство россиян шокированы этой войной. Мы видим очень много людей в состоянии оцепенения, мы видим очень многих напуганных до смерти, мы видим очень многих людей, которые делают вид, что ничего не происходит. И такую реакцию очень тяжело наблюдать, конечно. Особенно, конечно, трудно видеть реакцию украинского народа, который очевидным образом проклинает русских и обвиняет русский народ как таковой, целиком, в страшных военных преступлениях. Я надеюсь, что война не приведет к затяжной ненависти между людьми. Потому что, опять же, будучи родом из Израиля, из Бежневого Востока, я знаю ужасную цену, в которую обходится такая многолетняя ненависть между людьми. Эта война началась как война одного человека, одного Путина. К сожалению, это становится войной между народами. Это все равно, что сеет семена ненависти в умах миллионов людей. Семена, которые могут сохраняться в течение нескольких поколений. И даже после того, как Путин давно умрет, ненависть все еще может сохраняться. Я надеюсь, что этого не произойдет, но это вполне реально. Это одна из худших вещей, которые могут случиться. Я не в состоянии прямо сейчас давать какие-то советы людям из России, что им нужно делать. Я никогда не жил при таком диктаторском режиме, когда... Понимаете, в Израиле я могу критиковать правительство. Я могу писать вещи против оккупации захваченных территорий. Я могу выходить на демонстрации. Моя жизнь при этом будет в безопасности. Моя работа обычно не несет угроз здоровью и жизни. Я могу это делать. Но я не знаю, каково это жить при чем-то вроде путинского режима. И я не думаю, что будет справедливо с моей стороны сидеть здесь и, как бы, говорить им, «Эй, вы там, вы должны сделать то, и вы должны сделать это». Что я могу говорить с позиции историка, так это то, что часть силы диктаторского режима заключается в том, что он заставляет людей чувствовать себя беспомощными. Когда вы чувствуете, что вы ничего не можете сделать, хотя на самом деле это не так. Всегда есть что-то, что вы можете сделать. Может быть, это не будет чем-то таким уж большим, но всегда есть что-то, что вы можете изменить, кем бы вы ни были. Любой, кто является частью большой системы, скажем, бюрократической системы, которая всегда громоздкая, может понемногу вставлять палки в колеса системы, отказаться от официально принятой формы, отложить что-либо. Всегда есть способы сделать это, особенно для людей, которые живут в условиях диктатуры. Они даже являются экспертами в том, как это делать. Так что даже если вы считаете, что вы не можете позволить себе рисковать, выйдя на площадь с большой табличкой «Остановите войну», если хорошо подумать, я думаю, русские люди очень изобретательны в таких вещах. Они умеют находить способы, маленькие способы, как уколоть этот режим и воткнуть эти палочки в военную машину. Вы когда-то говорили, что если бы вам пришлось выбрать исторического персонажа, которым вы восхищаетесь больше всего, вы бы выбрали Михаила Горбачева, потому что это человек, который спас нас от ядерной войны, от апокалипсиса. Вы все считаете, что Горбачев все сделал правильно? Ну или по-другому. Вы думаете, что тогда Советский Союз действительно развалился? Или сейчас мы должны как-то по-другому это воспринимать и признать, что Советский Союз тогда не разрушился? Он все еще рушится, и он не распался бескровно 30 лет назад, а вот настоящий кровавый распад Советского Союза как раз сейчас происходит. И только он положит конец той Советской империи, которую тогда и не до конца ликвидировал Михаил Горбачев. Во многом вы правы, что война сейчас — это фактически война за развал Советского Союза. Но что касается Горбачева, знаете, я никогда не считал, что он тогда все сделал идеально. И даже когда происходил развал, все равно было много кровопролития и страданий. Но если подумать о том, каковы были реальные ставки, это была самая большая империя в истории, самой большой армией, которую когда-либо создавали люди, и ядерным оружием, достаточным для того, чтобы уничтожить все человечество несколько раз. И советскому руководству, и особенно Горбачеву, удалось как бы посадить этот самолет, не уничтожив человечество. И глядя на то, что происходит сейчас, я думаю, что я стал даже больше восхищаться Горбачевым, потому что если представить себе, что у власти в Кремле в 89-м или в 91-м был бы кто-то вроде Путина, он бы, скорее всего, отдал приказ Красной Армии открыть огонь. Может быть, никого из нас сегодня не было бы в живых на планете, если бы в 80-х годах у власти в Союзе был кто-то вроде Путина, который, чтобы спасти недееспособную советскую систему, решился бы на применение военной силы. Потому что удивительная вещь в развале Советского Союза, у них была эта военная сила. Красная Армия была самой мощной армией в мире. Это было так. И если был бы отдан приказ стрелять, они бы открыли огонь. И советское руководство приняло решение не пытаться спасти себя, не пытаться спасти систему военной силы. И я считаю, что это было выше всяких похвал, вот так вот взять и суметь отказаться от такой огромной власти мирным путем. Вместо того, чтобы пытаться удержаться, используя все штыки, все ракеты и все танки, которые у вас есть. И я не думаю, что справедливо обвинять Горбачева в том, что происходит сейчас. Потому что Горбачев оставил относительно мирное наследие. Ему удалось организовать эту аварийную посадку таким образом, что русские, украинцы, белорусы и другие разделились относительно спокойно. Было ощущение, что вроде как все договорились о расставании, и теперь каждый идет своей дорогой. Все еще оставаясь с друзьями, по-прежнему имея возможность сотрудничать. Это то наследие, которое он оставил. И вы увидите такую страну, как Украина, вы увидите такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Грузия. Там люди приняли это наследие и начали строить новые демократические, мирные страны, не заинтересованные в военной оккупации, в войнах и вторжениях. И Россия тоже на время пошла по этому пути. А потом определенные люди, и прежде всего Путин, принимали другие решения. В истории нет предопределения. Не было ничего предопределенного в решении сказать, хорошо, прошли эти 30 лет, а теперь давайте попробуем применить военную силу для восстановления Советского Союза. В этом не было ничего детерминированного. Это политическое решение пары человек. Может быть, одного человека. И они могли бы принять другое решение. Наверное, я задам вам последний вопрос. Хотел бы, чтобы мы с вами порассуждали вот о чем. Сейчас очень трудно размышлять о каких-то позитивных сценариях. У нас в голове очень много сценариев того, как все может быть хуже. Что Путин, например, нанесет ядерный удар. Или начнется еще какая-то новая война. Китая против Тайваня. Или что-то еще. Или просто все страны мира начнут тратить все свои деньги на производство оружия. Но давайте все-таки попробуем представить себе какой-то минимально оптимистичный сценарий выхода, сценарий прекращения войны и того, как Россия могла бы превратиться во что-то более приличное, чем сейчас. Знаете, я думаю, что человечество сейчас на грани, на краю пропасти, на краю обрыва. То, что мы наблюдаем сейчас, в течение последних двух лет, мы наблюдаем за тем, как возвращаются три главных врага человечества. Пандемия, война, а теперь еще и голод распространяется по миру из-за войны. Да, их еще называют в садиками апокалипсиса. Да, и это все рукотворные вещи. Раньше в истории, когда у вас был голод, когда у вас были пандемии, это было вроде стихийного бедствия. Никто ничего не мог с этим поделать. Сейчас это не так. Это искусственно создано. С пандемией это не началось. Я не знаю, как это началось, но было общемировое сотрудничество. И теперь у нас есть наука и технологии, чтобы останавливать пандемию. Если глобальное сотрудничество развито в достаточной мере, то и в случае с голодом, который мы сейчас наблюдаем из-за войны, в этом голоде виновата политика. Это не стихийное бедствие. Это голод, вызванный политическими решениями. В наших силах это остановить. И я надеюсь, что когда люди увидят, как этих три больших врага человечества возвращаются, чтобы напасть на нас, они поймут, что это по-настоящему опасно. Нам нужно вернуться из этой бездны. Нам нужно объединить усилия и построить лучший глобальный порядок, чем то, что есть сейчас. Голод, чума. Мы в силах бороться против этого. Теперь это в наших силах. Если мы это сделаем, то мы действительно сможем создать гораздо лучший порядок, чем тот, что существовал в начале 21 века. У нас есть технология. У нас есть наука. У нас есть экономические ресурсы. У нас просто нет политической мудрости. Поэтому я надеюсь, что мы осознаем это, когда увидим реальные опасности, с которыми мы сталкиваемся. В частности, когда я думаю о России, у меня нет никаких надежд на нынешний режим. Он уже доказал, что ему совершенно нельзя доверять. Но у меня все еще есть большая надежда и доверие к русскому народу. Он внес такой важный вклад в человечество, безусловно, помогая победить нацистов во Второй мировой войне, но и в области культуры, науки, медицины на протяжении всех поколений. И я думаю, что русский народ может сделать другой выбор. Избрать других лидеров, другую политическую систему. Да хотя бы банально начать руководствоваться своими эгоистичными интересами. Почему такая большая страна предоставляет своим гражданам такие плохие медицинские и прочие услуги? Я понимаю, что русским людям часто говорят, что, я не знаю, это так сложилось, это климат, у нас такая история и все прочее. Это не так. Это просто люди сделали такой выбор. Даже если у вас веками была диктатура, в следующий раз вы всегда можете выбрать по-другому. Это и сделали украинцы. Украинцы веками жили при одних и тех же диктаторских режимах. При царе, а затем при коммунистах. А потом они сказали, нет, на этот раз будет демократия, на этот раз мы будем вкладываться в больницы и врачей, а не в танки и ракеты. Я думаю, что, может быть, именно поэтому Путин действительно боится украинцев. Прежде всего, из-за этого. Потому что, если Украина станет процветающей демократией, то многие россияне подумают, ну а если они это могут сделать, то почему мы не можем? Спасибо большое. Удовольствие с вами поговорить. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.